Всем привет! На связи Татьяна Пак и вы вновь на моем подоканале, где я рассказываю и показываю интересные случаи из моей практики. Как вы уже доказались по первым кадрам, сегодняшнее видео будет на тему вросших ногтей. Вросших ногтей у подростка. Уже только на этапе визуального осмотра я могу догадываться и предполагать, насколько проблема осложнена и какую боль в данный момент испытывает пациент. Первые признаки вросших ногтей это отечность боковых валиков и при касании, вы видите, чувствуется резкая боль. И в том месте, где появился признак грануляции и выступающие капельки гноя, значит именно в том месте где-то осколок или фрагмент ногтевой пластины упирается и врастает где-то ткань бокового валика. Данное видео будет интересно всем тем, кто вообще интересуется темой вросшего ногтя. И в этом случае я оставила все те кадры, которые очень подробно показывают, как проходит сама процедура по коррекции вросшего ногтя, пусть даже не такая вот запущенная стадия. Тем не менее, извлеченный фрагмент осколка ногтевой пластины, вы видите сейчас на экране, показывает, как пациент неправильно подстригал уголок и оставлял некий шипик, уголочек недостриженного ногтя, который впоследствии, так как ноготь у нас растет каждый день вперед от кутикулы до дистального края, впоследствии недостриженные вот эти вот уголки начинают упираться куда-то в мясистые боковые валики, создающие проблему вросших ногтей. Процедура по коррекции вросшего ногтя это не только в извлечении фрагмента или осколка ногтевой пластины куда-то вырастающего в боковой валик, но также нужно еще и доработать сам боковой валик от ненужных кожных масс, разросшихся, как следствие колкости и давления вросшего ногтя. Это такая вот реакция организма идет, защищаясь от ногтя, от его давления, врастания, вот так вот себя ведет кожа, разрастаясь под ногтем. И только освободив боковой валик не только от фрагмента ногтевой пластины, который давил, упирался и врастал, но также нужно и обработать валик от ненужных разросшихся кожных масс. Вросшие ногти у подростков проблема частая, так как ноготь еще полностью не сформировался, наблюдается мясистость боковых валиков и тоненькая ногтевая пластина. Если в этом случае неправильно подстричь длину ногтя, обычно ноготь стригут только с видимой его части, то есть то, что выступает на видимую поверхность, и тем самым оставляя кусочек боковой стенки в глубине бокового валика. На втором сегменте извлеченного ногтя видно, как ноготь неправильно был подстрижен, а именно не до конца подвели режущий инструмент под уголочек боковой стенки. Это одна из главных ошибок при подстригании длины ногтя, который провоцирует впоследствии вырастание уголка, недостриженного уголочка в боковой валик. Установка промежуточных тампонат при данной процедуре количество может варьироваться от минимума, от одной и до-до-до. Все зависит от того, какая сложная, от сложности самой процедуры, в каком состоянии пришел пациент с проблемой. Это гнойно-воспалительный уже процесс или вот как в данном случае не совсем запущенная стадия. И тем не менее промежуточные тампонаты с обработкой кожного покрова, они необходимы. Посмотрите, как раскрылся боковой валик после того, как правильно, корректно убран вросший сегмент ногтевой пластины и вот дорабатывается все извлечением кожных масс, тем самым освобождается пространство и при пальпации уже такой вот резкой боли не наблюдается. Если вспомнить первые кадры данного видео, пациент отдергивал палец и не давал мне даже притронуться инструментом к самой проблеме, то сейчас посмотрите, как спокойно я закладываю промежуточные тампонаты и при этом пациент спокойно сидит в кресле, не отдергивает свой палец. Это говорит о том, что ему уже не больно. Со вторым ногтем на большом пальце работа будет сложнее. Если смотрите визуально сверху на проблему, видно, что пациент не только неправильно подстригал стенку, здесь он еще и выстригал углы. При таком раскладе проблемы с вросшим ногтем работа будет осложнена специалисту. Вот даже одно прикосновение к пальцу вызывает острую резкую боль. Даже подстричь ноготь пациент не дает, так как любое прикосновение с ногтем вызывает вот эти неприятные острые колкие ощущения. Но мне нужно помочь пациенту, поэтому нужно, как я всегда говорю, потерпеть пару минут и сразу будет легко. Процедура неприятна и болезненна. Я все понимаю, но я всегда говорю пациенту, будет не больнее той боли, чем с той, к которой он пришел. Ведь я убираю только ровно сегмент, вросший сегмент ногтя, который вызывает в данный момент эту болезненность. И такое вот состояние напряженности, отдергивания усложняет работу еще больше. В идеале, конечно, убрать вросший сегмент ногтя одним единым куском. Но здесь у меня получилось сделать в два подхода. В замедленном фрагменте смотрим еще раз, когда я вытягиваю ноготь. Выходит та самая рогаточка, вот она, тот самый уголок ногтя, который пациент пытался сам себе подстричь под углом 45 градусов, но не смог это сделать самостоятельно. Я думаю, что сейчас при пальпировании не только пациент чувствует облегчение, но и вы сами, так как вы были свидетелем этого красивейшего процесса по извлечению сложного фрагмента ногтевой пластины с глубокой боковой пазухи. После извлечения фрагмента вросших сегментов ногтевой пластины я дорабатываю, как обычно, боковой пазух, освобождаю его от скопившихся кожных масс. И тут я натыкаюсь на еще один фрагмент ногтевой пластины, который легко поддается мне и полностью извлекается с остатками мозольных масс. Посмотрите, имеет такую форму, какой-то пчелы, звездочки. Закладываю промежуточную тампонаду и обрабатываю боковой валик. Заметьте, как ведет себя нога пациента. Он дает уже спокойно мне делать манипуляции по обработке бокового валика. Острый боли уже не наблюдается. Со второй боковой пазухой я проделываю все те же самые этапы по коррекции вросшего ногтя. А именно, я извлекаю ровно только вросший сегмент ногтевой пластины, который вызывает болезненные ощущения. Коррекция вросшего ногтя полностью считается решена в том случае, когда ногтевая пластина отрастает в правильную анатомическую форму. То есть вторым этапом после вот этой первой процедуры, вторым этапом идет установка корректирующих систем, которые позволят в дальнейшем отрастить правильный ноготь в его правильную анатомическую форму. В дальнейшем я всегда веду своих пациентов, только уже удаленно. Присылают ежедневно фотоотчет, подтверждающий выполнение всех моих рекомендаций в домашних условиях. Я отслеживаю процесс восстановления, регенерации кожного покрова, восстановлению боковых пазух, чтобы в дальнейшем, как это будет возможно, приступить уже к установке корректирующих систем. Если вы до сих пор не подписаны на мой канал, сейчас это сделать самое время. Поставить мне лайк, написать добрый комментарий, если видео зашло, ну либо дизлайк с пояснением, что было не так. С вами была я, Татьяна Пак. И как всегда, мы увидимся с вами в моих следующих видео. Дальше, кому интересно, будут кадры с обратной связью с пациентом, что он чувствует в данный момент после проделанной процедуры. Вспомните, исходный вариант пальцев до процедуры и на каком этапе я всегда отпускаю своих пациентов уже после проделанных манипуляций. Всем пока-пока. Так, девица красавица. Ну-ка давай пальчики свои, другая. Уже они пришли в себя. Ну, короче, чуть-чуть болит только. А так? Ногут не болит. Не те ощущения, да, которые были с ногтем? Давай вот этот. Сейчас, подожди, я уберу вот эти штучки. Давай. Корректирующие, наверное, болит, да. Ногут не болит. Ну, легче, да? Ногут. Намного легче. Даже смотри. Посмотрите, какие пальчики у них сразу порозовели-то. Общее состояние. Красота. Видно, что они, ну, вот освобождены полностью, да? Видно, Сонечка. Потом глазики свои вытришь. Пришла на процедуру и тушью глаза намазала. Знала же, что будешь плакать. Так, значит, домой приходишь и сразу делаешь солевую ванночку. Окей? Сейчас и перед сном. Сколько минут? 30-40 минут за раз. Два раза в день. Два раза в день. Утром, когда встаешь, сразу первым долгом фотографируешь палец и мне по ватсапу. Каждый палец. Раз и два. Я для себя делаю какие-то пометочки, как идет заживление. Я уже вижу, я уже сейчас отпускаю на очень хорошем моменте, да?